Любовь к японской живописи пришла к Анастасии после поездки в Японию. Посещение мастер-класса Ольги Селивановой в Дмитровской центральной библиотеке в 2012 году. Японской живописи я увлекаюсь не так давно, два года всего. С 2013 года и в 2014 году уже получила авторское имя и печать. Такое имя дается за определенные достижения, которые сенсей считает достаточными для того, чтобы присвоить специальный авторский псевдоним. У меня такой псевдоним «Тоусей», который означает «прозрачный синий». Первая часть этого имени дается именно сенсеем, исходя из того, как он видит человека-художника, его работы. А вторая часть – это как приставка, которая дается по имени учителя. Анастасия регулярно посещает занятия и мастер-классы, проводимые сенсей Ямадо Мидоре. С 2014 года Анастасия Банчева «Тоусей» стала членом всеяпонского общества искусства «Субокуга» – общества по изучению японской живописи «Субокуга Сакура Кай», возглавляемой сенсей Ямадо Мидоре. Кавалером императорского ордена – восходящее солнце, золотые и серебряные лучи. «Честно говоря, профессионального художественного образования у меня нет, и только небольшие художественные изостудии, которые были в нашем небольшом поселке Автополигон в детстве. Ну а дальше в институте шли стенгазеты традиционные, различные участия в оформлении. И вот таким образом мое художественное призвание реализовывалось в свое время. Ну а потом мне нравилась всегда графичность и лаконичность какая-то в художественных работах». Слово «Субокуга» дословно переводится с японского языка, как рисунок, выполненный тушью и водой. Картины с суми-э монохромны и привлекают своей лаконичностью переходами различных оттенков черного цвета от прозрачного серого тона до глубокого черного. И всю эту палитру оттенков создает специальная тушь из пепла сосны, привезенная из Японии. «В основе всего лежит рисовая бумага. Она очень тонкая по своей структуре, она как промокашка. И фактически здесь вот ошибиться нельзя, поскольку намокнув, она просто порвется. И нужно в один раз задуманное какое-то движение совершить. В основном это, конечно, тушь и бумага. И, как говорят разные оттенки туши, можно показать, используя только черно-белый цвет, практически любой цвет. Это, собственно, и привлекает. Вот как тушь растекается по бумаге, как она взаимодействует с бумагой и так далее. То есть вот это именно очень интересно». В начале выставки Анастасия Банчева поставила акцент на новогоднем направлении, где позволяется использование ярких красок. Тем более, что выставка работает именно в новогодние дни. «Для японцев очень характерно написание небольших открыточек. Это гами, которые они рисуют сами, самолично, и подписывают вручную, и рассылают всем своим друзьям и знакомым, когда бы они их не отправили. Но традиция такая, что почтальоны доставляют эти открытки именно 1 января. Конечно, работы почтальонов очень много, но зато и радости тоже, и соблюдение традиций. И эти открытки исполняются нарочито, в простом, упрощенном, таком наивном, может быть, стиле, как раз для того, чтобы каждый, не имея никакого образования, мог поучаствовать в этом замечательном процессе и вложить душу». Анастасия Банчева участник 45-й выставки Всеяпонской ассоциации искусства «Субокуга. Красота живописи черной тушью и водой». Также работы нашей героини выставлялись в различных галереях и площадках Москвы. Уже с 31 января эта выставка «Моя Япония» переедет в Дарвиновский музей в Москву. Так что успейте посмотреть на живописные работы Анастасии Банчевой в стиле «Суйбокуга». Выставка будет работать до 27 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова